На России стартовала подготовка к президентским выборам 2024. В Кремле уже определились с ключевыми кандидатами. В администрации президента рассчитывают, что на выборы, кроме Путина, пойдут представители трех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР и новых людей. Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. Никаких темных лошадок, типа выдвинутого коммунистами в 2018 году бизнесмена Павла Грудинина. Зюганов привычен президенту, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом у него есть потолок – кандовый электорат КПРФ. Новых избирателей он привлекать не будет. В Кремле хотели бы, чтобы от новых людей выдвинулся ее председатель, бизнесмен Алексей Нечаев. Логика та же, что со Слуцким. Серьезный мужчина в пиджаке, представительный, правильный, но малоизвестный и не очень харизматичный. Чтобы рейтинг не выбился и не стал угрожать Путину. Свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации решил выдвинуть бывший сотрудник ФСБ Российской Федерации Игорь Стрелков-Гиркин, пребывающий в московском СИЗО. Публикация об этом была размещена в его официальном телеграм-канале. О выдвижении к кандидатам в президента Российской Федерации. Мои плюсы в сравнении с действующим президентом в условиях СВО. Президент отказывается руководить военными действиями, считая себя некомпетентным в военном деле. Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент. У нашего президента очень много друзей-миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может по вышеуказанной доброте и широте души ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из Российской Федерации продолжается. Военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. У меня нет ни одного друга, даже миллионера. Уступать желаниям друзей в ущерб экономике России мне не придется. Но эксперты уверены, с выборами на России все уже давно решено наперед. Выбора в России не будет. Это будет всего-навсего акция по переизбранию Путина как следующего президента, диктатора этой страны. Свободное овале изъявления за одного кандидата, оно все-таки будет. А другого выбора у россиян нет. Они будут голосовать за Путина. Поэтому очевидно, выборы это всего-навсего фикция. Другие же кандидаты только для массовки. Если и будут другие кандидаты, то эти кандидаты большой роли играть не будут. И эти кандидаты будут только подыгрывать Путину. А вот всех настоящих конкурентов Путин уберет и уже начал это делать. Путин начал убирать основных кандидатов. Очевидно, Пригожин был одним из тех, кто мог дать Путину бой. Если бы выборы проходили действительно по демократическому образцу в России. Но этого не будет. Пригожин мертв. Следующим будет Стрелков Гиркин. Сегодня он тоже один из тех, кто реально может бросить вызов Путину. Но и его уберут. Ему не осталось долго жить. Единственная интрига и одно «но» во всей этой предвыборной гонке – то, что с дистанции может сойти сам Путин. Ожидаемых сюрпризов нет, кроме одного. Если Путина не уберут. Если его не убьют, не ликвидируют. Выборы все-таки состоятся. Хотя всегда маленький процент оставляем на случай. Случай того, что все может кардинально измениться.